Коронавирус уже в Гродно. Первый лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции выявлен у жительницы областного центра, которая возвращалась из Италии самолетом через Вильнюс, а затем оттуда автобусом в Гродно. Она возвращалась 9 марта. На нашем пункте пропуска сотрудниками санитарно-карантинного контроля она прошла измерение температуры тела, заполнила анкету прибывшего и у нее был взят мазок на коронавирусную инфекцию, который и дал положительный результат. На момент пересечения границы она чувствовала себя хорошо, но вчера у нее поднялась температура тела и скорой помощью она была госпитализировала в инфекционную больницу, где у нее повторно еще взят мазок и будет перепроверен этот результат. Сообщается, что сейчас данная пациентка чувствует себя хорошо и температура тела пришла в норму. Кроме того, идет работа по установке контактов в первой степени. Это порядка 20 человек. Они также будут изолированы и госпитализированы до получения результатов их анализов. На карантине находится и сотрудник санитарно-карантинного контроля, который проверял заболевшую. С момента введения санитарного контроля на границе было проверено почти тысячи туристов, прибывающих из эпидемиологически неблагоприятных районов. Сейчас таковым считается, например, Италия. При въезде в нашу страну граждане заполняют анкету, им измеряют температуру и берут мазок. В случае есть и анализ на коронавирус. Окажется положительным, заболевший подлежит госпитализации. Как видно из Гродинского случая, такая система оказалась эффективной. Впрочем, врачи обращают внимание. Главное не поддаваться панике и соблюдать элементарные правила гигиены. Не трогать руками лицо, глаза, нос, почаще обрабатывать их антисептиками и просто мыть с мылом. А в случае недомогания обращаться к врачу. Кроме того, напомним, что медицинские маски более эффективны в том случае, если их носит заболевший человек, а не здоровы. Также, чтобы минимизировать риски заражения и распространения коронавирусной инфекции, врачи советуют по возможности избегать массового скопления людей. Хотя этот вирус стал известен врачам совсем недавно, некоторые его особенности понять и изучить уже удалось. Так, для молодых и здоровых людей он представляет меньшую опасность. В группе риска это лица пожилого возраста или лица с сопутствующими заболеваниями. Поэтому, конечно, мы рекомендуем всем гражданам позаботиться о своих родителях, о людях пожилого возраста. По возможности, чтобы они не посещали места массового скопления людей, лучше пусть побудут дома. И так мы застрахуем и сбережем их здоровье. В качестве превентивных мер польские пограничники со вторника 10 марта в пунктах пропуска ввели комплексный санитарный контроль. Теперь все следующие из Беларуси в Польшу подрежат обязательному температурному скринингу. В Гродно пока не идет речи о карантинных мерах. Все учреждения продолжают работать в штатном режиме. А вот в Польше, Чехии, а также в Киеве закрыты на карантин учреждения образования. Отметим, что случай в Гродно стал 12-м официально подтвержденным случаем заражения коронавирусной инфекцией в Беларуси.